А в Архангельске в День России прошел 19-й открытый турнир по мини-футболу «Согласие». Его участники – сборная команды представителей национально-культурных объединений региона. Кто стал победителем, расскажем прямо сейчас. На турнире «Согласие» у футболистов нет времени на раскачку. Матчи идут друг за другом. В каждом два тайма всего по 10 минут. И шанса исправить ошибки просто не будет. Поэтому упорная борьба идет за каждый мяч. В стартовой игре группы «А» за победу сражаются сборные Азербайджана и Узбекистана. Пока все нормально. Мы 1-0 выиграем, пока первый тайм закончился, но второй тайм посмотрим, как будет. Мы надеемся, что победа наша будет, как в прошлый год. Отыграться сборная Узбекистана не смогла. Победа в первом матче досталась Азербайджану. Параллельно в группе «Б» идет встреча сборных России и Нигерии. Самая большая проблема – соперник. Очень неуступчивые ребята. Сложно не противостоять. У них столько сил. Они беззамен играют практически вчетвером. Всю игру. Потом молодцы отдать им должное. Главное – дисциплинарное – сыграть сзади, не пропустить. План «Россиян» сработал на отлично. Игровое преимущество нигерийцев так и не переросло в забитые мячи. Нашим же футболистам хватило одного точного удара. В этом году на турнире национально-культурных объединений «Согласия» сыграли семь команд. Помимо сборных России, Азербайджана, Узбекистана и Нигерии в составе участников были Индия, Гана и Таджикистан. Всегда проходят с замечательным уровнем, с каким-то определенным настроем. Всегда приятно смотреть. Сейчас, посмотрите, практически чемпионат мира. Поэтому здорово. И сегодня мы посмотрим, что, в принципе, как обычно у нас победит дружба, я думаю. Победу дружбы участники турнира под сомнение не ставили. Но по регламенту чемпион должен быть только один. Так получилось, что победители двух стартовых матчей – Россия и Азербайджан – в итоге встретились в решающей игре. Абсолютно любой. Сближает, заставляет создавать команды, состязаться вот в том виде и в том состоянии, когда это все равно сохраняет добрые отношения. Сохранился в этом году и чемпион. В финале сборная Азербайджана уверенно переиграла россиян 3-1, тем самым защитив титул лучшей команды турнира «Согласия». Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, Регион 29.